Все их видели, многие держали в руках, но редко кто задумывается, откуда же берутся эти вожделенные бумажки. Опечатает бумажки Федеральная резервная система США, которая появилась 23 декабря 1913 года. Случайно ли? Прямо накануне Первой мировой войны. На войне можно было нажиться, войну нужно было финансировать. И вот Федеральная резервная система как раз не случайно была создана накануне войны. И я рискну даже сказать, что без создания Федеральной резервной системы война в финансовом плане была бы невыгодна. Многие годы до этого внутри США шла борьба. Президенты, которые выступали против власти капитала, поплатились за это жизнями. В итоге английскому капиталу удалось установить контроль над мировыми процессами, причем не только финансовыми, но и политическими. Многие эксперты называют ФРС частной лавочкой. Но так ли это? Это не совсем так. Начнем с того, что главу ФРС назначает президент Соединенных Штатов. Но здесь трудно сказать. То есть, видите, вот они, ФРС и государство США, совпадают как круги Эйлера. Они отчасти совпадают, а отчасти нет. Вопрос только в том, что в этой зоне совпадения, конечно же, власть банкиров сильнее власти государства США. В свое время Ротшильд сказал, мне абсолютно все равно, какая марионетка будет сидеть на троне в Великобритании. Если я обеспечиваю деньги, значит, все остальное не имеет значения. То же самое касается и Соединенных Штатов. Не важно, какая марионетка президент будет сидеть в Белом доме. Реальной силой обладают те, кто шлепает деньги. И не случайно, как только Джон Кеннеди в июне 1963 года замахнулся на это эксклюзивное право ФРС печатать доллары, через несколько месяцев его не стало. Наш эксперт, историк Андрей Фурсов считает, что ФРС – это инструмент управления верхушки мирового капиталистического класса. Цель этой верхушки – сохранение и расширение собственных привилегий путем усиления контроля над планетой. Кстати, именно с этой же целью они спонсируют исследования в области психики и евгеники, считает эксперт. После Второй мировой войны, после того, как немцы скомпрометировали Евгенику и все расовые исследования, эти исследования никуда не делись. Они проводятся в тех же Соединенных Штатах в закрытом режиме. Специалисты по психиатрии и евгеники немецкие, практически все были выведены в Соединенные Штаты и очень активно сотрудничали с ЦРУ. В частности, разрабатывали программы распространения ЛСД в университетах США и, так сказать, контроль населения с этой помощью. То есть, иными словами, вот это все указывает на то направление, в котором будет работать мировая верхушка. Контроль над психосферой и над информационными процессами, деиндустриализация дальнейшей ядра, создание анклавов мастерских мира в Китае, в Индии, где-то еще, и формирование такого полукастового, полурабовладельческого общества, где верхушка будет жить 300-400 лет, где она будет внешне отличаться от низов. То есть, это воспроизводство на высокотехнологической основе таких форм, которые были характерны для докапиталистических обществ. Это их план. Но что-то мне подсказывает, что процесс, который Гегель называл коварством истории, это все поломает. И почему-то мне кажется, что Россия будет тем камешком, на котором вот эти все планы споткнутся.